Товары празд-интернет, с одного боку, зрушен, с другого, як бы не трапить на воду махляров. Пенсионер с Могилёва 5 месяцев спробует вернуть гроши, які он отдал за покупку. Проблема в том, что отримал могилевчанин не оригинальную, а подробную продукцию. Пришим, размова идёт про ляковые препараты. Як правильно заказывать и отримливать товар празд-интернет, высветляла Татьяна Сергеичек. Я не мог посмотреть, что они себе представляют, поскольку для того, чтобы, так сказать, их увидеть, нужно сначала оплатить. Могилевчанин Владимир Михайлович заказал празд-сайт два лековых препарата. Один у предпринимальника с Казани, другие у минского продавца. И обо два товара оказались подробкой, а заплатил он за их дады номинации каля миллиона рублёв. На этих, так сказать, средствах отсутствует дата изготовления. Я открываю этот код, отклеиваю, он там пустой. То есть дело всё в том, что ни в первом случае, ни в втором случае эти два препарата являются... Моё впечатление такое, что они или не те препараты, хотя название, или просто изготовлены в каких-то подспольных условиях. Я тогда написал им два письма. Первый, так сказать... Через Минскому продавцу? В Минскому, да. Да, а те, так сказать, в Казани, они испугались, что после наших двух звонков мы попробовали, так сказать, руководителей. Они все телефоны отключили. На жаль, у Могилёве зашмат випадков подману людей, які заказывают товар у интернет-магазине, кажуть Організація обороны споживцов. Причим, скарги над ногой того ж продавца с координатами. Да потребования Минск. Каждый продавец должен иметь полную информацию в интернете, допустим, или где-то давать свою информацию о себе. Значит, свой адрес, фамилию мёжца предпринимателя, значит, учёта налоговый номер. У нас были случаи, когда товары почты присылали, совсем другие товары присылали. Кофту заказывают, присылают брюки, притом две разные половины. Либо присылают вообще, массажёр женщине заказала и прислали какую-то игрушку детскую. И парада, як не отримать кота у мяку. Постарайтесь на почте с собой, чтобы пару человек было, чтобы на почте открыть эту посылку. И посмотреть, что там действительно то, или не то, что вам прислали. Естественно, можно составить акт о том, какие товары получили. И уже имея этот документ, можно обратиться к тому продавцу, который отлагал. А Владимир Михайлович тем часом сбирается написать заяву у прокуратуру на предпринимательника, який за место леков отправляет невядомого походжения товар. Театяна Сергійчик, Миколай Соболев, Новинирегіон.